И теперь давайте поговорим о пенсионной реформе. Министр социальной политики Андрей Рева сегодня в Верховной Раде отчитался о том, что повышенные пенсии уже получили около 10 миллионов украинских пенсионеров. Средний размер пенсии теперь увеличился более чем на 500 гривен. Звучит это все, конечно, впечатляюще, но вот только среди пенсионеров уже хватает и недовольных. Почему одни украинцы получили доплаты в несколько сотен гривен, а другие в несколько тысяч? Евгения Коваленко продолжит тему. С самого утра возле отделения банка собираются пенсионеры в ожидании обещанного повышения. Ведь прибавки к пенсиям должны получить более 10 миллионов человек. Но диапазон выплат очень широкий. Одним добавили 50 гривен, другим несколько тысяч. В целом же средняя пенсия в Украине выросла на 500 гривен. Пенсионерка Нелия Мищенко почти 60 лет проработала библиотекарем. Ей пенсию повысили вдвое. У меня было 1986, сейчас у меня 4. Сколько? 4, 223. Раз такое дело, решили с мужем золотую свадьбу отпраздновать. Раскошелились на 300 гривен. Видите, там такой красивый пирог. И здесь пирог, да. Еще я очень люблю сыр дорублю, поэтому с пенсией я себе могу позволить. А вот мужу пока не добавили ни копейки. Он всю жизнь проработал на заводе начальником лаборатории. У меня пенсия неплохая, 4,5 тысячи. Я надеялся, что здесь будет какой-то пересчет по новостным пенсиям. И еще надеюсь. Одни из самых высоких пенсий в Украине будут получать шахтеры. Константин Недайвода уже 10 лет на заслуженном отдыхе. 25 лет проработал на шахте в Червонограде. Ему пенсию повысили на 3,5 тысячи. Кому там повысили на 2 с лишним тысячи, кому на 3 с лишним. То есть, если шахтеры прачивал богато на таких сложных работах, там в лаве, то они, наверное, имеют 10,8 тысячи. А вот о спецпенсии можно забыть. Ее отменили. Исключение – силовики и военные. Все остальные – ученые, госслужащие, прокуроры, судьи, депутаты – никаких доплат не увидят. А еще реформа упраздняет пенсии за выслугу лет. Под отмену льготного стажа попали чернобыльцы, медики, педагоги, шахтеры, химики, металлурги, летчики и соцработники. Те, кому пенсия призначалась давно, они отримают подвищенную пенсию больше, чем в два раза. И те, которые выходили совсем недавно, не отримают ничего, потому что им уже рассчитывался размер пенсии под действующим правилом. Свою пенсию можно рассчитать и самостоятельно, по единой формуле. Теперь размер выплат пенсионерам зависит от средней зарплаты по Украине за последние три года, собственной зарплаты и трудового стажа. Многие пенсионеры жалуются, почему люди с одинаковым трудовым стажем получают разную пенсию. В пенсионном фонде заявляют – не стажем единым. За одинаковых показников размеры пенсии должны быть одинаковые. И суть этого подвищения в том, что чем больше человек имеет стаж, чем выше у нее коэффициент заработной платы, а, власне, выше зарплата, с которой сплачивались внески в солидарную систему, то тем эта человек имеет выше размер пенсии. Несмотря на 27 лет педагогического стажа, пенсию Елене Адаменко повысили всего на 500 гривен. Теперь она получает чуть больше 1700. Говорит, этих денег хватает только на лекарства, поэтому приходится подрабатывать в косметической фирме. Ну, туалетную водичку продала, ну, помадку продала, ну, вот такую копеечку, вот такую подработала, понимаете, вот такую. Вот, и я этому счастлива. Но и этого мало. Вся надежда на мужа. Я все время мужу говорю, ты меня любишь, люблю, живи, потому что без твоей пенсии я просто умру. Моя пенсия 8 350 гривен на сегодня. Сколько мне добавят или не добавят, я узнаю в следующем месяце. Он 30 лет проработал летчиком, облетал почти весь Советский Союз. Анатолий и Елена Адаменко – нетипичные пенсионеры. Несмотря на все трудности, они наслаждаются жизнью. Все, я выбрала. Все, все, с тебя причитается, дорогой. Мы хотим куда-то поехать, мы хотим что-то вкусненькое скушать, мы хотим съездить в санаторий, мы хотим сходить в гости. Мы год собирали копейку-копейки и пробыли 10 дней в санаторий. Но есть еще одна новость для работающих пенсионеров, таких как Елена Адаменко. А всего их в Украине полмиллиона. 15-процентный налог на пенсию для них отменили. Но люди все равно боятся, что останутся без субсидий. Ведь доходы выросли. В Минсоцполитике успокаивают. Повышение пенсии на это не повлияет. По крайней мере, нынешней зимой. Субсидии сократят уже в следующем году. Субсидия рассчитывается таким образом, что человек платит не больше 15% своих доходов за коммунальный пост. Потому что если увеличится доход, то опять же 15% из этого дохода будут потрачены на коммунальный пост. И на эту же сумму уменьшится субсидия. Более того, эксперты прогнозируют, что повышение пенсии приведет к скачку цен. Но пока большинство пенсионеров повышению, безусловно, рады. Хоть и понимают, слишком щедрым государства к ним не будет.